Приветствую всех! Сегодня вторник, а значит будет очередной обзор новинок. Новинок очень много, поэтому сразу перехожу к делу, не задерживаюсь. Всем приятного просмотра! Снимаю по адресу Екатеринбург, Уральска 59. Такие банки я уже снимала, сегодня привезли новый объем 650 мл, 149 рублей. Крышка откручивается пластиковая и есть на 850 мл, 199 рублей. На выбор два цвета. Трафарет кондитерский. Интересно сделали, совместили сразу три штучки, три рисунка. Цена 49,50 мл, нержавеющая сталь. У меня есть такой, использую для кофе, но по отдельности. И вот так можно оформить. Насыпать корицу. В коллекции емкость для специй, чашка, молочник, вспениватель, трафарет. Это ситечка, диаметр 13,5 см. Для чего можно использовать? Для сыра, молока, сока. Также подходит для вина, кваса, травяных напитков для процеживания. Интересная штучка. Цена 79 рублей. Сеточка очень тонкая, но не могу сказать, что хлипенькая. Я надеюсь, быстро не разорвется. Это подставка для кофейных капсул с маленькими ножками. На выбор черный цвет и белый. Декор отличается. Чайник и ананас. 199 рублей. Мне очень понравились баночки. Они жестяные и предназначены для специй. 300 мл, 49,50. На выбор три варианта. Набор подставок по чашку с разным орнаментом. Всего 4 штуки. Цена 55 рублей. Материал МДФ, пробка и мелованная бумага. В уголке неприметно незаметно лежит набор форм для приготовления яиц. 4 штуки 59 рублей. Вот такие формы. Честно говоря, у меня на кухне не прижились. И у этих форм я чувствую небольшой запах. Если запах есть, то лучше уже не брать. Я считаю, что это не самая нужная вещь. Я в итоге выбросила. Серия тарелок от марки Luminark. Производитель Франция. 19 см. Цена 149 рублей. Глубокая стоит 199. И самая большая, 24 см. Тоже 199 рублей. Цвета серый, бирюзовый и голубой. Тарелочки пользуются спросом. При мне забрали несколько штучек. Поэтому, если нужны, успевайте. Думаю, раскупят быстро. Яркие тарелки насыщенной красным цветом. 21 см. Снова керамика. Китай 79 рублей. Симпатичные тарелки на выбор 4 цвета. Есть солнечная, желтенькая. Еще одна тарелка из керамики. 19,5 см. 59 рублей. Некоторых встречаются черные точки. Но выбрать можно. Бокал для вина. Производитель Россия. Но марка турецкая. Качество мне понравилось. Бокалы толстые. Стекло толстое. Цена 99 рублей. Также есть для шампанского. 200 мл. 99 рублей. Маленький поднос из нержавеющей стали. Размер 29 на 18 см. В этом есть какое-то очарование. Можно чашку поставить. Два бокала и, пожалуй, все. Цена 79 рублей. Ложка с зажимом выглядит точно так же, как моя. Я покупала на Алиэкспресс примерно 5 лет назад. До сих пор целая оказалась нержавеющая сталь. Все в порядке. Цена 79 рублей. Можно также формировать маленькие шарики с мороженым. Для фруктов использовать. Но это, скорее всего, баловство. В основном для пакетов. Либо класть кофе. Я обычно из пакетов сразу пересыпаю в банку. Поэтому такая ложка мне не нужна. Очень редко пользуюсь. Ситечка для чая. Указано, что нержавеющая сталь. Первое какое-то кривое. Остальные нормальные. Цена 49,50. Трехгранная терка. 20 на 11 см. 124 рубля. Раньше такие продавались. Китай. Внизу кольцо из термопластичной резины. Скользить не будет. Металл не тонкий. Очередной френч-пресс. Объем 850 мл. Здесь надпись на английском. Написано «Завтрак». Пластик, кстати, шероховатый. И мне понравилось стекло. Толстое. На выбор три цвета. Цена 249 рублей. Показываю сеточку. Конструкция стандартная. Керамическая чашка. Объем 280 мл. Цена 79 рублей. Я думаю, все заметили. Здесь есть недочет. Внутренняя сторона намного лучше сделана. Ровная. На выбор также есть зеленая и желтая. Но переходы совсем незаметны. Также привезли темные кружки. Они из очень толстого стекла. Дымка. 99 рублей. Производитель Россия. И вот такие. Китай. 99 рублей. Универсальная фольга «Славяночка». Размер 50 метров на 29 сантиметров. 349 рублей. Каждый раз, когда снимаю фольгу, спрашиваю толщину. 9. Пакеты с клепсами для запекания. Размер 30 на 40 сантиметров. 5 штучек. Цена 29,50. Бисквитное пирожное. Сливочный вкус. Вес 180 граммов. Цена 79 рублей. И сразу поняла, что это. Оказывается, мягкий органайзер. Нужно скрепить кнопочками. И получится коробочка. 79 рублей. На выбор два цвета. Так будет выглядеть. Поторопилась на выбор четыре цвета. Скатерть. Жаккард. 100% полиэстер. Размер 120 на 150 сантиметров. 349 рублей. Белоснежная. Серого цвета. Сера с рисунком. Остальные такие же, как белые. Цвета очень насыщенные. На первый взгляд, неплохая. Ткань и тонкая. Махровое полотенце. В этот раз привезли только темные оттенки. Размер 50 на 120 сантиметров. 100% хлопок. Качество мне понравилось. Цена 249 рублей. Также в продаже есть серенький и темно-зеленый цвет. Производитель Россия. Пластиковый органайзер для хранения хозяйственных мелочей. Пластик очень толстый. Размер 16 на 13. И высота 19. На выбор три цвета. 99 рублей. Посмотрела несколько штучек. Все кривые. Прогибаются. Декор у всех одинаковый. В прошлом обзоре показывала вышивку бисером. Я, оказывается, сняла не все варианты. Нашла еще два. Цена 59 рублей. Набор мешков для хранения. Такие удобно брать с собой в путешествии. Они на кулиске. И водонепроницаемые. Размеры разные. Три варианта. 20 на 29 сантиметров. Самый большой мешок. И самый маленький. 16 на 20. По три штучки. Каждого размера. Получается 12 штук. 149 рублей. Мешочки веселенькие. С рисунками. И с вот такими кулисками. Утяжелитель. Вес 400 граммов. Изготовлены из стали. Термопластичные резины. Нилон и полиэстер. 199 рублей. Вот так выглядит. С ворсинками. Крепится на липучку. Можно регулировать размер. Обеспечивает дополнительную нагрузку. И повышает эффективность тренировок. Спортивный валик. Он изготовлен из полиэтилена. Размер 29. И диаметром 12 сантиметров. 299 рублей. На выбор две расцветки. С уверенностью могу сказать, что цена отличная. Вчера была в Галамарте. И подобные товары стоят дороже. Скидок нет. Очередная расческа для волос. Она полностью сделана из пластика. Металлический декор. Тоже пластик. Сетина очень мягкая. Цена 149 рублей. Можно взять круглую. И вот такой вариант. Набор точилок с одним отверстием с контейнером. Цена 53 рубля. Это цена по карте фикс прайса. Без карты 59 рублей. Самые простенькие. Текстовый делитель я нашла два варианта. Толщина пишущего узла от 1 до 5 миллиметров. Цена 59 рублей. Набор карандашей. Автоматический хонист точилкой. Точилка это колпачок. Цена 59 рублей. Папка с ручками. А четвертый формат. Альбом свободно помещается. Цена 149 рублей. Расстегнула. Никаких делений. Природный растворитель. Удалитель наклейок. 210 миллилитров. 149 рублей. Мы недавно сами на все наклейки удалили с помощью фена. Освежающий мусс для умывания гиалуроновый. 150 миллилитров. Марка Флоресан. С дозатором. Кстати удобную упаковку. У меня когда-то была похожая пенка. Цена 99 рублей. Состав посмотрела с розой. В целом понравился. Мягкий паф. Миндальное масло. Экстракт розы. Пантенол. Витамин Е. В экспрессе представлена целая серия. От производителя ушастый нянь есть шампунь. Также средство для купания детское. И появился гель для душа с алоэ. Объем 250 миллилитров. Цена 149 рублей. На первом месте стоит паф лаурет. Я думаю уже все знают, что он из себя представляет. Далее бетаин более щадящий. Третий паф тоже можно называть щадящим. Кокомидея. Я средства с этим компонентом не покупаю. Консервант аллергены. В конце списка масла. Ну, в конце списка значит очень мало. Состав конечно средненький. Можно за эту цену выбрать упаковку, бутылочку больше и состав лучше. Детские средства. Шампунь гельпена, шампунь бальзам и гельпена для ванн. 650 миллилитров. 99 рублей. На днях снимала обзоры светофора. Точно такой же шампунь продается за 85 рублей. Что касается состава. Есть кокомидея. Это конечно минус. Но много смягчающих компонентов. Консерванты щадящие. Увлажняющий гель для душа. Зеленое яблоко и сладкий киви. Объем 245 миллилитров. 79 рублей. Также есть сочная груша. Дикий лайм. Душистая малина. Спелый личи. Павы. Первые два мягкие. Написали из кокосового масла. И кокомидея тоже из кокосового масла. Но они конечно же разные. Так, вижу масла, экстракты. Консерванты щадящие. Если бы не было кокомидея, я бы взяла. Еще один гель для душа. Объем 950 миллилитров. 149 рублей. Производитель Россия. Написали без СЛС, парабенов и минерального масла. Что касается СЛС. Конечно же они есть. Также есть кокомидея. Консерванты, аллергены. Но они допускаются смываемых средствах. Поэтому обращать на них не стоит внимания. Скорее всего расход будет экономичным. Потому что гель густой. Новый крем для рук. Восстанавливающий гречишный мед и ежевика. Ни слова по-русски. Хотя производитель России. Вилсен Гру. 140 миллилитров. 79 рублей. На другой стороне конечно все написано. На нашем языке. Но здесь смотрите. Все на английском. Крем я поставила не случайно. Потому что состав схожий. Во всяком случае первые компоненты не отличаются. Глицин СОИ. Нейтральный безопасный компонент. Смягчающий. Далее стериновая кислота. Зубная паста Биомет. 80 граммов. Цена 99 рублей. Галамарти со скидкой можно купить дешевле. Но не всегда. Там по-моему объем больше. Есть отбеливающие. Это тоже отбеливающие. Цитрусовая свежесть. И забота о деснах. Не могу сказать, что у меня она в фаворитах. Потому что очищает средненько. Насчет отбеливания я вообще не соглашусь. Обычная паста. Я эффекта не заметила. Новый ёршик для туалета. Сделали с загнутой ручкой. И щетиной с двух сторон. Вот такая подставка. Цена 99 рублей. 42 сантиметра. Рисунок из трасс. Возраст 5 лет. Мне кажется. В 5 лет ребенок за пару минут справится. С таким рисунком. Скорее всего для более младшего возраста. Цена 59 рублей. Займет ребенка. Но ненадолго. Очевидно, что такая пометка сделана. Потому что детям до 5 лет. Опасно давать мелкие детали. Все тянут в рот. Я думаю под присмотром. Можно и малышам. Обзор завершаю. Надеюсь информация была полезной. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова